Что надо доставать? Работать за оператора? Я не понял, ну что надо доставать? Нет, ничего не надо Вот компрессор Какое число сегодня? Сейчас я достану этот самый Сегодня 19-е 19 сентября 2019 года Мне надо вот этот вот? Да нет, вот все есть Это еще не переделано Значит, вот есть компрессор Смотрите, вот Он работает У него три вывода Это для заливки масла Вот он заглушен Вот это выхлоп Сюда надо повесить какую-то баночку Потому что отсюда идет масло Ну, такую поставить Ну, он такой как бы А здесь вот это все он откачивает Так, ну и что, а чем тут чай? А здесь я Не успели это делать Так что, он работает уже? Ну, вот он сесет уже отсюда Где-то вот все Он нормально сесет, это зря Мы его проверяли этим Он до одной атмосферы Откачивают Просто он потихонечку Туда манометр если подключить Оно поползет стрелка вниз Ясно, хорошо, хорошо, хорошо Вот, а сюда вообще это если Ну, если мы соберемся Или что-то вот сюда Клемму вот эти вот поменять И будет уже подключаться с этого провода Ну, пока пусто Если что, я сам переделаю сюда Просто баночку какую-то надеть Ты этот самый Не сподобился добыть мне Вот такой вот Нет Пока все что есть Я вот ношу с собой Этот самый образец Это вот коллектив Вячеслав Отдал компрессор Откликнулся на сюжет Значит, Владимир Дмитриевич Сделал вот эти вот оснастку Мельхиоровые ручки Вот Из этих самых Ну, я немножко поучаствовал был Мы заливали масло туда Ну, интересная технология То есть, он сначала пустой был Мы сначала вылили старое масло Потом немножко со шприца сделали А потом что-то мы подумали А зачем Мы его сами туда закачиваем Если есть у нас вакуумный компрессор Дальше мы туда Емкость масла Он сам затягивает То есть, мы туда залили Сколько-то там Ну Миллитров 150 Может даже больше Там 250 масла То есть, он сейчас с маслом Вот Ну, все это уже вам Вполне И на таких же штуках, кстати Я делал стеклянные трубки То есть, откачивал воздух Запаивал И Там уже Этот, они светились Поле качера Так что, это вот Для Владимира Ильича Чтобы работа по измерению давления у него шла лучше Лучше Но и опять же ищем Кто готов быть учеником у Владимира Ильича из Москвы Ученика Ученика Нету На вас надежды нету Приходится из Питера везти компрессор Как будто в Москве их нету Учеником Я спрашивал Владимир Ильич сказал Что не может учитать меня учеником Не может? Не может Что он отказал В ученичестве Говорит нет Ну, вот Еще раз можно сказать Во-первых, не ты А? Ну, он сказал, что нет Так, сейчас узнаем Почему Владимир Ильич Алло Александр Ширгин Говорит, что вы ему отказали В статусе ученика В статусе ученика А он не слушает меня Понимаешь, ребят Этот самый Значит Все потуги делать качеры самостоятельно Бессмысленно Не въезжая в теорию Понимаете? Значит Почему У меня Не получается внедрить? Потому что Приходишь Показываешь Вот этот Этот самый Магнитометр какой-то Или как он там Сферозонт Он Измеряет Магнитное поле Снаружи этого устройства Вот смотри Это самое Ого Все понятно И дальше он ничего не делает Потому что Ему попадается чудо какое-то А у меня эти чудо Чудо, когда я это дело начинал Они у меня по номерам были Чудо номер один, номер два, номер три, номер четыре Я пытался эти все чудеса Мало того Я их фотографировал Это были в восьмидесятые годы Я их фотографировал На киноплён На этот самый На плёнку И Этот И пытался На потолок Эти дела Выкладывал Но это слайды? Нет Это фотоапвелёнка Вот она Вот какие-то изображения Которые Нифига не поймёшь Что тут такое Понимаешь? Ты пытался Нет, это слайды по-моему Нет Что? Все слайды Ну это не негатив Владимир Ильич Это Этот самый Это цветная Обращаемая Значит Плёнка Вон там Какие-то люди Может быть это я не то Вытащил Просто Потому что негатив Там сразу видно Что это негатив Значит Сейчас ещё Как-нибудь найду Я Самые Любляли это всё Ну ладно В общем на плёнку снимали Снимал на плёнку Пытался анализировать Ничего не получается Понимаете? И у человека Который Так сказать Вооружён Ну то есть Вот этими знаменами Обычными Которые Преподают В институте В институте Он не может ничего Не в состоянии Ничего Привязать К тому Что ты видишь Угу И я Этого не мог Привязать Потому что Ну этот самый Всё-таки У меня 40 лет Стаж это было Я регулировщик Радиоаппаратуры И Начинал Эти самые Эти самые Эти самые Эти самые Свою трудовую деятельность Но не начинал Продолжал У меня уже Было 8 лет Стажа Там В шестьдесят третьем году Вот Я Делал Стрельновую Радиоакционную Станцию Бином Она была Сделана На лампах Вот И Это самое И В лампах Это не то Что там Сейчас Вот Сейчас Это самое Никто не разбирается Никто не разбирается В В отдельном каскаде У него Есть все В микросхемах И Там Он туда Не залезает У него Есть Таблица Что должно получать И И И И У меня Все По-другому Для того Чтобы Ламповую схему Разобрать Нужен Физический Смысл Физический Смысл Понимать Какое надо напряжение подавать на антидинотронную сеть. Никто не помнит, что такое антидинотронная сеть. А я уже это понимал. А потом, когда я работал уже с транзисторами, кстати говоря, в этой радиационной станции стрельбовой я впервые применил транзистор. А про транзистор мне было известно из учебного отряда морских специалистов погранвойск в городе Анапа, что этот самый шатранзистор это бесперспективное устройство, потому что оно очень чувствительно к температурам, у него будущего фактически нет. Так нам было, говорили наши преподаватели. Но это был 59-й год, а в 65-м году я его уже применил для того, чтобы улучшить устройство чего-то. Мне все поют про блокинг-генераторы, что это устройство, которое вы укачали, это блокинг-генератор. А я-то эти блокинг-генераторы на лампах делал, там без них... Ну я подключу уже, а вот этот, наверное, не нужен компрессор. Можно откачать сейчас и посмотреть давление. Сейчас, окей, 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 сейчас. Но надо только подключить эти самые... Значит, дело в том, что у меня... Нет, можно сначала вакуумную часть, а потом подключать уже электронную. У меня измерительные части пока не устроили. Вот есть мономер сначала, можно сначала откачать, правильно? Сейчас, но измерительной части-то нету, ни этих самых, ни... Так, отгреби вот это вот туда-куда-нибудь на окно. Вот, ребята. Так вот, будучи вооруженным современными знаниями в области транзистора, в качерах разобраться невозможно, если не пользоваться теорией, которую я излагаю. Понимаете? Нельзя. Поэтому... Поэтому... Потому что, ну, считай, вот дед что-то такое придумал, а в транзисторах вообще ничего придумать нельзя, потому что они 50 лет... 40-х восьмого года, уже 85, да? Все знают, что такое транзисторы. И в них ничего придумать нельзя. А дед говорит, нет. Ничего подобного. Все работает на токах утечки. Ну, ты будешь не в курсе делать, что без токах учишься. Я вам другое, другое говорю. Да, да, рассказывайте, что такое ток утечки в транзисторах. Причем тот транзистор? Я вам говорю, что основное происходит, самое интересное, в индуктивности. Правильно. Я вам даже... Потому что вы меня и слушать бы не стали тогда. И сейчас не слушаете. И сейчас не слушаете. А я вам принес устройство тогда, Ярослав Свидетель тоже снимал, который вообще без транзистора показывает те же самые эффекты. Правильно. А Владимир Ильич говорит, нет, вот видите, вот это все ерунда. Он говорит, ну вот устройство, вот же оно тоже самое работает. Это все ерунда. Ерунда? Потому что у тебя, это самое направление тока совпадает с направлением напряжения. Вот направление тока как раз вот эту вот вторую металленность. Нужна независимая экспертиза. Да? Ты не считаешь мои посты в этом самом деле? Я читаю и я не согласен абсолютно. И с пьезоэффектом это вообще, это вообще никуда не лезет. Пьезоэффект. Потому что нету там пьезоэффекта. И нет оснований считать, что это там нет пьезоэффекта. Для того, чтобы вот так охлаждать. Вот давайте вот так вот, чтобы камера снимала и нужно. Я предлагаю начать с чего? Сначала вакуумную часть проверить. Сначала его запустить электрический. О чем? Вот. Сначала давайте это проверим, потому что электрический. А потом электрический. Нет сначала, ну хорошо. Ну включи и проверим. Ну одно может быть утечка будет еще. Что? Ты делал это? Вот у тебя все подключено, включай его и смотри. Вот и сейчас и посмотрим. Ну ничего, это что-то меняет? Ты надо этот самый? Раньше оно откачивало 0,4 максимум. А сейчас оно должно откачать почти до минус 1. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. И тогда мы почувствуем разницу. Почувствовать разницу можно только на этом самом. Мне кажется, травят еще немного через панометр. Да, да. Правильно. Совершенно верно. Я не спорю об этом. Так, ну работает, да? Ну работает, да. До минус 1 дошел? Ну практически. Сейчас немножко подождем еще. Может оно и не дойдет. Ну нормально в общем, да. Есть. Ну а дальше как надо сказать, что вот до минус 1, а дальше-то не может быть. То есть минус 1 это как бы ничего нет, а дальше идет чистота вакуума уже. Насколько он чистый. Потому что там уже частиц мало и давить уже на манометр нечему. То есть там как бы уже потом другими методами это определяется. Сколько там осталось этих частиц уже там. По ионизации там еще чему-то. Ну вот оно сейчас какое-то время продержится. Да нет, ну мы можем... Давайте я вот сюда пущу, чтобы... Да нет, ничего не надо, ничего не надо. Это что такое? Вот это что такое? Ну это насос. Да, все. Все работает. Все работает. Ой. А, и кстати я привез мультиметр еще. То есть тоже у меня есть подозрение, которое Владимир лишнее разделяет, что изменяется при откачке напряжения емкость между катушками. Надо взять прибор и вот между этими катушками померить емкость и отцепить ее изменения. У нас там все для этого есть. Ну вот, надо вот этот, второй провод. Я его не вижу. Ага. Все нормально. Так. давайте вот так вот мы можем сделать чтобы было видно на этом напряжении это полно на этом частота но прыгать так сейчас тут еще ищу его надо кто рано встает тому бог подает дорогие друзья время московской 8 часов 25 минут а уже в поте лица трудимся не спеша работа кипит надо попить чайку сейчас сейчас моя лабораторная работа начинается с чайного перерыва а то и чего покрепче он травит потихонечку на травит похоже в этом манометре травит саму либо где-то там соединение в камере здесь как бы все не идеально у нас у нас вот суть опыта то я сейчас скажу пока у нас паузу что вот у нас есть классический измеритель а вот у нас вокруг это измеритель на базе качера надо чтобы их как минимум совпадали вот эти вот но не вокруг внутри нет это все нет нет ну как здесь вот внутри только катушки вот коробочка это то что сам как бы кача внутри сунду только катушки вот и снаружи частотомер у нас и вольтметр поэтому здесь как бы я правильно здесь и вокруг ну либо смотрите либо можем сделать перерыв часы после перерыва продолжить это главное что компрессор компрессор работает спасибо всем кто участвовал потому что это всегда даже казалось бы задача да все равно коллективный труда один шик отдал компрессор другой другой нет другой человек у нас привез его там от него до лаборатории потом его значит поменяли масло наладили вот сделали основание обкатали сделали потом значит я его сюда привез ярослав его доставил до сюда то есть видите жить сколько уже ближе к десяти человеком уже поэтому должно заработать не нужно на области вложенного коллективного труда нет он и заработал вот он откачала ну я вот давайте перерыв сделаем на чай кофе после этого но заработать наверняка а насчет этого я думаю что надо сделать вот ну твоими руками ли что-то независимую экспертизу то есть вот у нас есть с владимиром мальничом опыты вроде одинаковые а теории разные у меня одно видение процесса владимир мальча другое видение процесса нужно выбрать время и для наших зрителей показать результаты опыта одна траковка другая трактовка нет ну есть вот я вот вот эту вот книжечку которую я здесь дал это ж не зря то есть я думаю что ну если ты захочешь ты конечно и сам может даже ну ты можешь на базе и теории нету зрители на что будут не там объяснение владимир мяча твою да но в чем сложность у владимир лишь не хочет повторять эти опыты какие а вот которые в методичке да я их повторю и в таком выложил в этом самом фейку и ты должен на них посмотреть я их специально для тебя там все проремонтрирую над их не видел не знаю не знаю я что-то не я там иногда перейдем иногда захожу я не помню то есть вот сам начиная с 429 страниц ну давайте хорошо давайте вернемся к этому вопросу не давайте мы сейчас прервемся все твои как бы все все твои опыты мы это самый там выложены ну значит надо посадить на это ли там надо присутствуешь иногда присутствую да я чувствую появится ты исчезаешь да вы это надо сказать чтобы как только вы появляетесь он пропадает не менее я я туда регулярно захожу я смотрю я должен вам похвалиться между прочим значит и до 429 странице было там где-то примерно по 100 человек в день посетителей когда я там начал свои эти самые вещать стало это самое стало 200 человек в день приходить но сейчас уже 300 человек потрясающе да то есть вообще говоря нарастающая динамика так что как просмотров просто когда то есть если вы 10 раз туда зайдете то это будет не плюс здесь человека 10 новых просмотров тем более нет народу на самом деле прокачивать и что можно сказать что вот то что называется катером бровина это что единственное оказалось устребовано устройство это трансформатор тесла который маг доработал ваши приближения вот вот это пошло в народ это сейчас это повторили это востребовано это работает это используется а все остальное но не используется теории которые я излагаю потому что она никогда не годится ну вот и нормально вот и поговорили какой путь научного метода преодоления такого непонимания я говорю какую то есть это должна быть одна или несколько независимых лаборатории которые повторяют эти эксперименты во любой эксперимент вот например что-то показываю но это научный метод именно строгий научный метод вот если отбросить там все это инфстейн вообще там еще что-то независимая лаборатория должна повторить то нам первое должно убедиться что если мальчик вообще вот это вообще есть такой эксперимент они могут не повторить причем если они не повторят это что может быть либо этого эффекта нету и мы ошибаемся либо они не воспроизводят условия и не могут этого добиться то есть они должны повторить если повторять зависимой лаборатории дальше у них может быть своя трактовка то есть они неминуемо вносят в опыт какие-то изменения потому что у них другая аппаратура и это тоже ценно у меня даже у самого было что я вот либо кому-то показываю либо воспроизвожу уже какие-то новые значит новыми оттенками играет эксперимент поэтому всегда полезно как бы потому что эксперимента что это способ выявить ну зависимые законы природы по большому счету которые мы знаем плохо и как бы но они же не лежат в открытом виде то есть мы путем экспериментов мы как бы делаем вот этот детективную раскрутку как бы обратно туда то есть мы должны вот дойти до этих и делаем модели которые разумеется неполные и это упрощение то есть в принципе я с этот самый стою твердо стою на базе эфиродинамики нужен нужен тройник чтобы этот самый стравливать воздух ну да да вот без него жить нельзя не здесь как смотрите тройник вот здесь мы до игры вот ты попробуй меня старого больного человека ну ничего так сейчас смотрим на эти цифры нормально работает я более того я когда еще мы только начиналась вот это вот наш вот он дорог а я считаю что ну как бы там должно быть типа логарифмическая подкорим могут дали давайте давай значит вот 1570 блин все куда-то что-то поехали да поехали я специально так сделал суббищу было вытаскивать так это что это частота в мегагерцах вот это по моему период нет ну вот написано в мегагерцах не знаю наверно частота а нет в первом периоде а это ну я не знаю честно говоря я уже забыл как там какая-то такая сложная китайская так ну вот сейчас вот началось было восемьдесят тогда а сейчас вот уже 70 будем считать ну вот выключай а не-не-не-не закрывай не выключай вот это и сдергивай не закрыть сначала манометр надо банку закрыть но если мы даже сдернули потому что капресток приметичен мы можем сейчас закрыть а потом уже сдернуть так это он сейчас это он сейчас это он сейчас ну к страве что это как бы еще не дотягивает до измерительного устройства не дотягивает совершенно согласен В общем, эффект есть, но он не тарированный и плавающий. Нет, эффект есть, то есть вопрос, как это довести и возможно ли вообще. Я могу экскурс из истории, шаровый кран, не шаровый этот, ну, однорукий кран, вот этот вот джойстик, который сейчас практически у всех есть дома, его доводили 20 лет, по-моему. Причем не только энтузиасты, но еще и корпорации. Поэтому здесь, возможно, тоже нужно вложить лет 50. Труда? Нет, ну-то не будет. Значит, я вам должен сказать, что всякое, что я начинал делать, на все мне уходит, на доводку до... до более-менее приемлемого образца. Во-первых, не меньше года для того, чтобы, так сказать, убедиться, что это работает. И еще пару лет нужно для того, чтобы это... это можно было бы вот завтра начать производить. То есть, вообще говоря, вот на это требуется. Потому что вот этот вот реле приближения у меня началось получаться где-то в 99-м году. Ну и вот продавать я его начал, наверное, где-то в 2001-м. Ты уже стал производить, и все такое. Ну и потом как бы есть вопросы. И там еще тысячи вопросов. Там еще надо его оснастить этим самым контроллером, который бы удерживал напряжение в измерительном уровне, на измерительном уровне, когда нет генерации, и все такое. Так, я предлагаю перейти к кофе. Пока стопус нет. Я согласен. Да, еще маленький этот сам. Я предлагал уже. Понятно, что силами одного человека это все... задача сложная, и все растягивается по времени. Поэтому вот, насколько можем, мы помогаем. Вот. Панка. Вот этот самый. Владимир Ильич может где-то там в своих трудах нас писать, да? Глобальную волну. Да. В качестве благодарности, да? В историю, в историю вскрижали. Нет, я к чему хотел сказать. Вот Ачуковский в этом плане большой молодец, что он пишет технические задания. Я предлагал и вам то же самое писать, потому что, ну, исполнителей каких-то конкретных найти, исполнителей, инженеров, там, техников, лаборантов, найти проще, если есть четко поставленная задача. Вот что надо сделать? Вот. В этом плане все могут брать пример, потому что он написал технические задания, а не есть и технические задания. Он 50 лет проработал в этом самом научно-исследовательском учреждении. Нет, ну, вам техническая задания, что мешает. Потому что... У него тысяча, этот самый, печатных работ. А для меня печатную работу сделали? Не надо печатную работу, вы напишите в этом самом... В чем? В любом, в любом виде. Что просто это должен быть текст какой-то, там, я не знаю, эскизы или что-что-то. Что, что-то сделать? Пожалуйста, с технической задания. И дальше уже можно либо силами... Нет, это... Ну, лучше написать. Лучше написать. Так-то... То есть, конкретно. Что сделать? Вот я вот как понял, я вот это вот сделал. Что, тем более, что я сам работал, у меня это много общего с тем, что я работал, и с тем, что как бы, ну, пригодится для вас, для ваших изменений. Поэтому вот... Ну, тоже, опять же, это все... Я всегда говорю, что это не чисто. Я, может, там, этот самый, это коллективный труд. То есть, кто-то... Кто-то привез, кто-то сделал, кто-то это сделал, поучаствовал, кто-то банку сделал. То есть, тут... Зачастую, причем тоже, я... Бывает, люди творчески подходят. Я для вас, вы пытаетесь поддвигнуть на товарное решение, понимаешь? На какой товарный, если нет? Которые можно... Нужно неокр сначала провести. Да. Потом уже на товарный выходить. А через неокр сразу не перепрыгнуть. А здесь неокра не хватает. Ну, ты берешь самое сложное. Я к этому 32 года шел. Ну, как сложно. Вы занялись вот этим? А компас я делал, там, до 93-го года. Компас, этот самый, ну, этот, ну, как его зовут-то, Владимир Васильев. Он же сделал, на него все, это, в товарном виде все сделано. Ну, этот самый... Ну, где оно? Да. Ну, где оно? А где оно? Ну. Я видел Владимир Васильев, а компас, я где он не видел? А где он продается? А? Нигде не продается? Так он его и нету в том виде в товарном. Я его не видел, я не знаю. Потому что он вам показывает, а мне не показывал. Нет, он не все, кривая, как вы говорите. Нет, он говорит, вы тоже говорите. Нет, нет, не в том дело, понимаете, нет законченного изделия, по моей информации. То, что кривая, да, эффект есть, все прекрасно. От даже опытного образца до серийного большой путь, или действующего макета. Одно дело действующий макет, который показывает принцип, и который занимает пол стола, это одно дело. А другое дело уже изделия, которые в таком виде, в таком или в таком, то, что я делаю, изделие, оно не нужно. А я-то вам почему-то могу в этом помочь в товарном образце? Нет, а при чем здесь товарный? Здесь надо вот, я считаю, что мы наоборот, с неограми вам как можно помогаем в силу своих скромных возможностей. Кроме того, чтобы воспринять мою теорию? Ну, теория, потому что ваша слабовата, я честно это скажу. А то, что как бы предлагается другое, вы это с упорством достойны лучшего применения. Вы не хотите это, то есть здесь. У меня сейчас задача довести до населения мою теорию и ее истинность. Потому что без этого, без этого ни у тебя, ни у кого не получится. Я уже тысячу раз это все попробовал. Но вы готовы еще раз теорию повторить? А тут зрители послушают, говорят, а где теория-то? Да нет, ну теория, она сейчас ее в 5 минут не расскажет. Нужна независимая экспертиза. Вот я вижу, назрела как бы. Вот возможно на базе УСОВ. Ярослав неоднократно говорит, что УСОВа, типа того, что нет задач, которые были бы поставлены, могли быть в УСОВ. Есть такие задачи? Кто будет делать? Один Володя не может выполнить функционал всего-то. А это уже другое, ты сейчас говоришь. Ты так говоришь, что нет опыта, дорогие товарищи. Ну не было. Вот ты сейчас только это сформулировал. Потом есть же Владимир Васильев. Он занимается качерами. Он занимался. Он занимается этим больше 10 лет. Васильев вашу теорию принял? Не знаю. Ну как, не знаю. Занимается вашими единицами. Ну, он мне нет, этот самый, не да, не нет, не говорил. Этот говорит нет. Мы спросим его. Ну, я считаю, что есть более простое объяснение. А некоторые вещи, они просто как бы, они безосновательные, типа Близоэффекта. Ну нет, основание говорит, что там Близоэффект. Ну нету. Как это нету? Ну я еще раз говорю, Близоэффект изменения размеров вот этого кристалла. Либо мы подводим напряжение, изменяется. Одно из проявлений, но основное. Есть колебательные процессы, которые больше никак не объяснишь. Нет, шучит, больше никак не объяснишь. Вот это, понимаете, опять идет подтяжки, постулаты. Вот мы так считаем, мы требуем, чтобы все вот это постулаты... Нет ничего практически, этот самый, нет ничего более целесообразных, хоть наличие теории. Работающая теория. Работающая теория, да. А это теория работает, работает. Потому что ты наблюдаешь, как этот самый, только в одном случае. Когда у тебя получается широкий импульс самоиндукции. Это значит, на кристалл транзистора меня, этот самый, влияет электрическое поле. Да, влияет электрическое поле, которое происходит, производит сжатие сигнала, сжатие кристалла. Сжатие кристалла не может длиться долго. А нам происходит, этот самый, разжатие кристалла, происходит затухающие колебания. Вот этим я объясняю, и их я и наблюдаю регулярно. И поэтому я говорю, что это пьезоэффект. И мало того, что я этот пьезоэффект выучил в научной литературе, что пьезоэффект встречается в кристаллах полупроводников в то время, когда полупроводник избавляется от электронов, которые находятся в зоне проводимости. У меня этот эффект есть. Ну, ради бога, но вы не хотите замечать другое, что это основное, то, что вот качерные эффекты происходят, это инерция тока при обрыве только через индуктивность. Больше индуктивность, резче обрыв, больше... Ну, подождите, я вас не перебивал, и теперь вы меня не перебиваете. Давайте так вот. Инерция, и я это показываю на своих тоже, что как бы можно вообще обойтись без транзистора, можно коммутировать другим способом. То, что ты называешь инерцией, это сила, помноженная на ускорение. Ускорение вещь, масса помноженная на ускорение. Значит, масса скалярная величина, ускорение векторная величина. Значит, ускорение направлено в какую-то одинарную сторону, и ты мне рассказываешь, что вот этот инерционный процесс происходит в момент разрыва цепи. Значит... Не только в момент разрыва, и в момент подключения тоже. Индуктивность это инерционный элемент. То есть, с позиции эфиродинамики я как объясняю, что мы когда замыкаем ток, у нас вокруг индуктивности должен раскрутиться эфир окружающего пространства. Чем больше витков в этой индуктивности, вокруг любого провода. Просто когда мы провод сворачиваем в индуктивность, мы многократно усиливаем эти эффекты. И, во-первых, и витки начинают влиять на друг друга. И мы берем... Ну, и все. Идет инерция. Подождите, вы меня перебиваете, я пытаюсь изложить, что идет инерция. Мы не можем сразу раскрутить эфир вокруг провода. А когда мы его раскрутили, и мы резко оборвали ток, он не остановится мгновенно. И у Ацюковского есть пример с вертушкой. И я задолго... Ну, как бы... Ацюковский сам это... Ну, наверное, раньше меня, он и постарше. И у меня был похожий пример то же самое. То есть, если мы воду пускаем по трубе, и у нас есть крыльчатка с маховиком. То есть, мы крыльчатку раскрутили, потом мы насос остановили, но у нас крыльчатка по инерции продолжает крутиться и гнать воду через трубу. Потому что, ну, она раскручена, это маховик. Вот такое вот было объяснение у Ацюковского. Оно немножко там по-другому, но тоже похоже. Нет, гонит... Не крыльчатка гонит, а поток воды. Не может тормозиться, наверное. Нет, 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 нет. Вот именно с крыльчаткой. То есть, мы раскрутили... Ну, поток воды, само собой. Если мы возьмем... Не поток воды, а что-то другого. То есть, у нас крыльчатка... Вот это как... Ну, хорошо, поток воды, гидро... Гидроудар, гидро... Вот эти вот... Это сходные вещи. То, что происходит в электричестве. Вот я считаю, что это как бы достаточно очевидно, и это более простое объяснение. Потому что тот же Ацюковский говорит, что можно любое явление объяснить бесчисленным количеством, множеством способов. Можно электричество... Я как пример, ну, курьезный, тоже привожу, что можно электричество объяснять святым духом. Можно сделать теорию вполне такую, которая будет работать и будет объяснять. Ну, как? Скучно мне. Пойду я. Давайте, давайте. Добрый день, прокомментируйте. Что скучно? А что? Это все ерунда. У него... Это самое... У него... Как это называется? Систематическая ошибка. Инерция направлена в одну сторону и в... Инерция не направлена... Ну, что это направлено в одну сторону? Вы сначала... Инерция что такое? Вы сначала не можете разогнать, а потом не можете затормозить. Вот это инерция. Точно так же с индуктивностью. Вы через большую индуктивность подключите, через нее что, сразу потечет ток? Нет. И чем больше индуктивность, если здоровую такую индуктивность возьмете... Почему? Я спрашиваю. Потому что инерция. Что? Раскрутить окружающий эфир нужно время. Ну, вот. Раскрутить на свой окружающий эфир время... Ой. Короче, вот уровень аргументации. Это все ерунда. Ну, все, давай сделаем перерыв. Так, Маймур Ильич, а вы что думаете? Почему? Ну, зрители должны узнать вашу точку зрения. А я говорю о том, что в момент соединения цепи и электрической цепи, появление магнитного поля от движения электронов захватывает магнитные моменты атомов окружающего вещества и совершает над ними механический поворот. Совершает над ними механический поворот. Захватывает их за электронную оболочку. Она обладает магнитным моментом. Электронная оболочка каждого атома им обладает. И вот это магнитное поле совершает механический поворот. В момент разрыва цепи этот механический поворот возвращается в исходное состояние. Вся Вселенная проворачивает обратно. Не вся Вселенная проворачивается обратно. Проворачивает домены определенных магнитных... Да, да, потому что я считаю, что исходное состояние связано с тем, что, скажем, Солнечная система находится в длинообразной плоскости. Значит, существует некий вектор, который заставляет ее крутиться не в шарообразной плоскости, а в длинообразной плоскости. И, значит, по примеру звездных систем и галактики, она тоже имеет длинообразную плоскость. Я говорю о том, что существует некое Вселенское поле, которое удерживает их всех в длинообразной плоскости. На этом основании я предполагаю, что и атомы тоже должны удерживаться под действием этой силы. Следовательно, когда я током заверну атом в какую-то сторону в магнитном поле, затем она возвращается в исходное состояние, а атом состоит еще из гидрата, а в гидре сосредоточены протоны и нейтроны. Значит, протоны имеют положительный заряд. Это разновидность электрического поля. Возвращаясь в исходное состояние, они уже возвращают в проводник вот эту вот самую субстанцию электрического поля. И когда мы соединяем цепь, мы получаем вокруг проводника магнитное поле, а в момент разрыва цепи мы получаем субстанцию электрического поля. И когда мы делаем взаимоиндукцию, вот у меня пробник-то есть, то мы совершаем индукцию не через магнитное поле, как это происходит в трансформаторах, в обычных, а через электрическое поле. И тут свойства как раз совсем другие, о которых я говорю, которые проявляются в горячем качере, выбаливая электрическое поле на поверхность и через горячий конец. Создает магнитное электрическое поле вокруг всего этого горячего качера. И я это наблюдаю. И поэтому я утверждаю, что это именно так. И когда я пользуюсь вот этой вот теоретической основой, я могу предсказывать действия, которые помогают мне объяснить то, что я делаю. И сейчас я это вот выхожу и объясняю. А когда я прихожу в тамфиан и говорю, что я могу измерить давление электронным способом, я крутит у виска. Ты что? У нас в физике написано, что электрическое, магнитное, постоянно это константы. Берем, начинаем измерять. Получается изменение. Потом они берут просто измеритель индуктивности и откачивают воздух. Оказывается, индуктивность, ее значение меняется в зависимости от давления. Емкость, наверное, никак будет меняться. А емкость как раз и не будет меняться. А вот это надо проверить. Вот и проверять. Тебе это интересно? Проверять. А Владимир Ильич вообще отрицает. Говорит, я работал и не видел никакой визитковой емкости. Никакой визитковой емкости. Никакой визитковой емкости. Никогда не наблюдал. Два любых провода, два любых провода, это уже емкость. Два висоящих рядом провода. Емкость это обкладки и плюс изолятор. Изолятор. Вся емкость содержится не в обкладках, а в изоляторе. Обкладки вообще ни при чем. Ну хорошо. В общем, высказано. Войн Ильич озвучил еще раз теорию. Это хорошо. Лишний раз водокамень точит. Глядишь, кто-то и услышит. Да, будет мятным. Пьем или нет? Пьем. Я зачем за это? Все, да, идем, идем. Все, спасибо. Стоп, сняты, дорогие друзья. Смотрим материалы Бровина Владимира Ильича.